МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. Отопительный сезон в Вачинском районе стоит под угрозой. Накануне этот вопрос обсуждали на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Будем разбираться, почему так произошло. Продолжение истории о нападении хозяйских бойцовых псов на пенсионера. Почему хозяин до сих пор не наказан, комментируют в полиции. А еще расскажем, почему парят колодцы, как работает уличное освещение и где можно провести эти выходные с семьей или друзьями. Я ехала-то непысто, я сразу начала тормозить. Сегодня около трех часов дня автомобиль наехал на пешехода. Съемочная группа телеканала ОСА стала свидетелем произошедшего. По улице Ленина, возле Краеведческого музея, автомобиль Деула Чети наехал на 50-летнего мужчину, который находился в сильном алкогольном опьянении и переходил дорогу в неположенном месте. За рулем автомобиля находилась девушка. А вот пьяный был, чуть живой шел. Очевидцы перенесли мужчину с проезжей части на обочину. На первый взгляд у мужчины была повреждена нога. Скорая помощь приехала через 4 минуты после вызова. По предварительным данным перелома нет, только сильный ушиб. Дать какие-либо пояснения медикам и полиции мужчина не смог из-за сильного алкогольного опьянения. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Наталья Солдовник, Вильдан Калимули, Новости, Телеканал АСА. ЧАЭС в Ачинском районе. Муниципальное предприятие заявило, что не справляется с обслуживанием двух котельных в Горном и в Причулымске. Дело дошло до того, что у МУПа нет денег на уголь. Поэтому коммунальщики якобы решили отказаться. И похоже, что в Горный и Причулымск могут зайти частные фирмы. Новости АСА сегодня разбираются, это правда или хитрая схема. И кому это может быть выгодно. Замечу, районный коммунальный комплекс обслуживает эти две территории около месяца. До этого на муниципальном имуществе незаконно зарабатывали частники. Как сейчас обстоят дела в Горном, рассказал глава сельсовета Сергей Мельниченко. Претензии от жителей есть по качеству оказания услуг. У МУПа сейчас идут суды, так как поставщики угля подали на него иски, так как он не выплачивает. Поэтому у него, возможно, будут арестованы счета или что-то. Мы не знаем, как развернуться дальше события по МУПу. До понедельника проблем с углем не будет здесь, на нашей котельной. В понедельник, возможно, уже будет новая организация. Добавлю, по норме запаса угля в котельных должно хватать на 10 суток. Про мизерный запас угля в несколько раз ниже положенного, говорит и глава Причулымского сельсовета Тамара Осипова. На сегодняшний день двухсуточный запас. Живем с колес. Пока, слава богу, расход 25-28 в морозе. В районной администрации ситуацию объясняют неготовностью МУПа. Со слов главы Евгения Розенчугова, объем двух котельных в Горном и Причулымске чуть ли не в два раза больше, чем все остальные вместе взятые котельные района. И якобы нет другого выхода, кроме как передать в аренду объекты ЖКХ этих двух территорий в частные руки. Комиссия подчеркивает ситуацию Мачинского района вчера проходила, где была озвучена информация, что мы не способны обслужить эти две территории. Вы нам как глава скажите, вы гарантируете, что туда частная компания не будет заведена? С чего ради не будет? А какая тогда будет? Глава пойдет топить? Или вы? Про интерес определенных лиц с коммунальным объектом района телеканал ОСА уже рассказывал и в этом, и в прошлом году. Забавно, но руководство района вообще не заморачивается и каждый раз действует по одной схеме. Передает объекты ЖКХ в Причулымске и Горном частным фирмам. Просто так, без конкурса, словно по дружбе. В 2016 году это была фирма «Стройхолдинг», в 2017 – «Универсал». По совпадению директор обеих фирм один и тот же – Павел Переверзев, который в районе известен как человек Розенчугова, якобы подставное лицо. И оба раза частники по решению суда возвращали водонапорные башни в Горном и Причулымске, сети, скважины и другие объекты в район. Правда, ненадолго. И можно быть уверенным, кто-то за Розенчугова снова подпишет незаконную аренду новой фирме. Не исключено Павла Переверзева. Потому что за такой схематоз, не поверите, никто не наказан. Дарья Потехина, Наталья Сусанина, Вильдан Калимулин. Новости телеканала ОСА. В Ачинском районе под конец года случилось несколько сюрпризов. В Тарутино под арестом. В Горном и Причулымске беда с коммуналкой. Прокуратура уличила заммэра Ачинска, что подсобила мужу получить деньги из городской казны. А народный мэр Анна Ахметова подводит итоги года. Рифмует все, чем запомнится 2018. До Нового Года осталось 24 дня. Аллолит исполняет новогодние желания и дарит скидки. Скидки! Скидки! 20, 40, 50 процентов! Бриллианты за полцены! Аллолит! Дарите золото! Это красиво! Из чего сделана колбаса Дымов? Из свежего 100% мяса. Ароматных специй? У Дымова только проверенные временем рецепты. Настоящая колбаса Дымов именно такая. Дымов. 100% из настоящего мяса. Спешите! Большое поступление верхней одежды. Размеры от 42 до 80. Евромода. Пятый микрорайон возле пятого дома. Соболь. Третий микрорайон около ТЦ «Весна». Гипермаркет «Маяк». Минтай. Свежемороженый. 1 килограмм. 99,90. Гусь. Свежемороженый. 1 килограмм. 319,90. Кондиционер «Ленор» 4 литра. 204,50. Проезд авиаторов 5А. Срочно продам коттедж с мебелью и бытовой техникой. Три этажа, 430 квадратных метров. Сокольный этаж на 5 машин. Телефон 8905-086-05-00. Пар из колодцев на дорогах – это нормально. Об этом сегодня рассказали коммунальщики. При низких температурах на улице над колодцами прям стоит туман. Такие явления Ачинцы наблюдают на улицах Красного Октября, Свердлова на улице Мира. Вот и забеспокоились. Беспокоиться не случится ли порывов сетей или обвалов дороги. Коммунальщики взаимосвязи здесь не видят. И говорят, пар из колодцев на дороге в морозы – это абсолютно нормально. Пар идет не из канализационных люков, а парят тепловые камеры, которые у нас расположены в основном на проезжей части. Почему они парят? Значит, температура в камере сейчас порядка 100 градусов. И снег, попадающий на металлический люк, он, ну, сами понимаете, он нагревается. И снег, попадающий на него, он начинает парить. И при температуре наружного воздуха, естественно, там 30 и ниже, это все наглядно видно. Также Анатолий Ковалев рассказал, что чем выше температура воздуха на улице, тем меньше испарения. А сама тепловая камера герметичная, выложена из бетонных блоков. Пары из колодца никак не влияют на разрушение асфальта и общее состояние сетей. Сегодня полиция прокомментировала нападение бойцовских собак на пенсионера. Как выяснилось, еще пять лет назад Верховным судом была отменена статья по выгулу собак. То есть, наказать хозяина животных, которые нападают на людей, просто невозможно. У полиции на это нет полномочий. Все же к нам, когда обращаются, пишут заявление, что покусала собака, выгуливают в неположенном месте. Мы собираем материал, но отказываем возбуждение уголовного, либо административного производства. И рекомендуем обратиться в суд, чтобы решить данный вопрос с владельцем собаки в гражданском правовом порядке. Говоря простым языком, пострадавшему самому нужно собрать все данные. Это координаты хозяина собак и свидетели произошедшего, выписки и справки из больницы, чеки на лекарства и так далее. И тогда только написать заявление в суд. Полиция и тем более участковые заниматься этим по законодательству не могут. Хотя проверку в течение минимального срока, а это 10 дней, провести обязаны. Как говорят в пресс-службе УВД, участковый взял объяснение с пострадавшего пенсионера. В заявлении действительно было указано, что собаки породистые и их забрал хозяин на автомобиле. Участковому полномочен проведен обход близлежащих улиц. Встретился с населением. Конечно, не 100% населения охват, те, кто были дома, проведен был обход. Но в настоящее время владелец данных собак, как и собаки, не установлены. Со слов соседей свидетелей этого происшествия, участковый к ним не приходил. Мы нашли свидетеля того нападения. Мужчина, сосед Ивана Егоровича, видел автомобиль и хозяина животных. Также сообщил, что хозяин бойцовских псов местный и живет ниже по улице. Напомню, бойцовские псы напали на пенсионера среди белого дня. Разорвали куртку, шапку и руки. Отогнать собак помогли соседи. Произошло это два месяца назад. Но жители поселка Восточный боятся, что пока хозяин озверевших псов входит безнаказанно, неизвестно, кто может быть следующей жертвой. Наталья Солодовник, Вильдан Калимулин. Новости телеканал АСА. Евгений Балашов живет в частном доме. У мужчины перегорел электрический кабель, который идет от столба к дому. И без света Евгений сидит уже два дня. Энергокомпания в починке отказывает, ссылаясь на то, что чинить кабель должен сам мужчина. Так ли это? И действительно, электрокабель, который прокладывается от столба к дому, это собственность Евгения. И чинить его он должен самостоятельно. Однако, бывает и так, что при заключении договора на электроснабжение, сетевая компания оставляет кабель в своей собственности. Разделы границ указываются в акте, который прикладывается к договору. И если у Евгения есть такой акт, где прописано, что кабель принадлежит именно энергокомпании, то мужчина должен прийти в офис компании с заявлением и копием договора. Ирина Махновская спрашивает, во сколько должны отключать уличное освещение зимой. Женщине иногда приходится ходить на работу по утрам в потемках. В Ачинском монтажном управлении СВМ пояснили, что уличное освещение включается и выключается автоматически по графику, который разрабатывается на каждый месяц. Однако, несмотря на график, дежурные каждый день специальным прибором проверяют освещение и корректируют включение и отключение света в зависимости от погоды. Например, в самый короткий день в этом году, 22 декабря, свет на улице включат в 16.52, а вот выключат на следующий день только в 8.42. О неработающем уличном освещении всегда можно сообщить диспетчеру по номеру 70850. В-8. Запчасти в наличии и под заказ. Для немецких и импортных автомобилей. Телефон 5-86-63. Улица Рудничная, 14. Губернские аптеки – это ваша уверенность в качестве и эффективности товара. В сети губернские аптеки есть все, что нужно. Лекарственные средства, косметика, продукты питания. Улица Декабрисов, 27, ЮВР, 48, улица Свердлова, 19. В магазине ЦАПФИР сдается помещение в аренду. На первом этаже с отдельным входом и парковкой. Недорого. А также помещение под офис на втором этаже. Телефон 7-63-07 или 8-902-945-09-25. Хочешь недорогой и быстрый интернет? Успей подключить. Тариф 2018 от компании Синт. 100 мегабит в секунду за 1 рубль в месяц. Успей подключить. Подробности в офисе. Первый микрорайон строения 55А2. Телефон для справок 56-00. Вручать паспорта торжественно стала уже доброй традицией в нашем городе. Происходит все здесь, в Ачинском краеведческом музее имени Каргополова. Сегодня 8 школьников получили свой основной документ – паспорт. В зале собираются школьники и их близкие. И кажется, что родители волнуются во много раз сильнее, чем те, кто сегодня получает свой главный документ. Это знаменательное событие. Я думаю, ему запомнится на всю жизнь. Помните свое? Помню. Да, помню. Похожное? Нет. Как-то обыденно было. Ну, пришли, я помню, мы в милиции получали. Обычно получили, все, никто не поздравлял. Конечно, большие события. Первый документ такой серьезный получает ребенок. Конечно, ребенок обрадовался, что в торжественной обстановке это все будет происходить. Я, когда получал, такого не было. Просто пришел в милицию, где у нас находится, на Гагарина. В обыденной обстановке пришел, расписался, получил, вышел. А здесь уже память останется. Паспорт гражданина Российской Федерации вручается Драгновой Александре Сергеевне. Вручали паспорта юным гражданам начальника дела по вопросу миграции Максим Зарубин, почетный гражданин Ачинска Светлана Макшанова и депутат городского совета Владимира Зереденко. Вместе с паспортами депутат Азереденко вручал школьникам подарки. А Краеведческий музей вручил сертификаты на бесплатное посещение всех музейных мероприятий в следующем году. Клянусь быть достойным гражданином своей родины. Клянусь, клянусь, клянусь. Наталья Солдовник, Вильдан Калимурин. Новости. Телеканал АСА. Хоть и за бортом сегодня минусовая температура, но до Нового Года это чувство во мне. До Нового Года с вас ровно 25 дней и это меня заряжает позитивом и я направляю вам эту энергию. Друзья, очередная порция крутой афиши для вас на эти выходные. Куда сходить, чтобы посмотреть и как же круто провести время. Поехали! Всех желающих провести весело, используя время в субботу 8 декабря. В час дня приглашают в каток в парк Победы, где пройдет развлекательная программа с играми и конкурсами, зажигательная музыка и возможность выиграть коньки. А в 14.00 на Народное гуляние Екатерина Санница, посвященная началу зимы, в сквер театральный приглашает Ачинский музей имени Крыгополова. Все предшедшие узнают о традициях старинного праздника и смогут поучаствовать в гонках на санках. Начало в 2 часа. Если вы любите ходить в кедах не только, как я, зимой, то вас приглашают на кедную вечеринку. В 19.00 в субботу желающий ждет молодежный центр Сибирь на дискотеку в кедах. Но, внимание, действует дресс-код. Неотъемливой части гардероба должны быть, конечно, кеды. Организаторы обещают, будет очень весело и круто. А вы знаете, что такое зумба? Это зажигательная танцевальная тренировка на основе латинских ритмов. В воскресенье 9 декабря зумба Ачинск празднует свой день рождения и приглашает всех желающих присоединиться к празднику. И фигурку к Новому году подправите и заряд бодрости получите. Все начнется в городе Ка в 6 вечера. Бронирование билетов по телефону на экране. Да, у меня здесь подарочки для моей любимой редакции телеканала ОСА. Я же вам желаю всего хорошего, хороших, позитивных выходных. И помните, что уже со следующей недели начинается крутая подготовка к Новому году. И ваш любимый телеканал ОСА все сделает для вашего прекрасного настроения. И не забывайте в эти выходные все-таки сходить на крутую зумбу. И не забывайте в эти выходные все-таки сходить на крутую зумбу. Подписывайтесь на Крайбазе, Кирово 3, Склад 10. Субтитры сделал DimaTorzok